Совсем недавно в интервью Forbes вы говорили, что запрос общества на сильную руку спадает в Россию. И не идёт ли это в конфликте с теми процессами, которые происходят на Западе, где, наоборот, запрос на сильную руку растёт? И не получается, что это такой рассинхрон с мировыми процессами у нас, где в Венгрии там Арбан, в Польше, значит, Кочинский, в США там Трамп, Брекзит и так далее. А у нас вот спадает запрос на сильную руку. Запрос на сильную руку, который у нас исчезает, действительно снижается. И это очень серьёзный социологический процесс, потому что считалось и продолжает считаться, что эта самая любовь к сильной руке – это такая вот несущая колонна всего русского общественного политического сознания. Вот это самое главное, что у нас есть. Если вдруг с этим что-то происходит, то это довольно серьёзно. Все предыдущие годы основная претензия к власти была в том, что она недостаточно сильная и не наводит порядок, что вообще государства мало. Что государство должно делать то-то, то-то и то-то, вообще вот этот самый порядок наводить. Всегда у нас был, на самом деле, довольно серьёзный запрос на ужесточение, например, уголовной политики. Поддержка смертной казни в начале 2000-х – 70%. Снижается, снижается, снижается. К нынешнему счастливому году постепенно идёт ниже 50%. Так вот, чего теперь начинают хотеть люди? Люди начинают хотеть не сильной власти, которая наводит порядок, а справедливой некой власти. Это пока запрос довольно туманный, вот как есть, так и формулируем. Которая будет относиться с уважением. Вот это вот уважение – это просто какой-то новый шабалет. Вот новое такое ключевое слово, которое повторяется, повторяется, повторяется. В вопросах, фокус-группах, в глубинных интервью всё время мы его слышим. Наш процесс не противоположен западному процессу, а, я бы сказала, несколько отстаёт от него. С точки зрения некой глобальной, скажем так, политической демографии, есть, конечно, ощущение, что все эти суровые старцы – это некоторая последняя гастроль. Вот это вот поколение, которое чувствует, что на него наступают, понимаете ли, глобалистские ноги, или что там какая-то глобалистская гусеница по ним проезжает, и которые сопротивляются. Они имеют право быть недовольными, их образ жизни действительно находится под угрозой, и счастье, что демократический институт даёт им возможность это недовольство проявить без какого-то масштабного мордобоя. Ну, кстати, во Франции интересная сейчас история, потому что, судя по всему, эти самые жёлто-жилетные протесты – это скорее правые по содержанию, чем левые. Ну, там они очень смешанные. Это правда, это тут аккуратно надо смотреть, потому что пока они сами, естественно, сами себя не знают. Но ряд их требований – это скорее требования право-консервативные, чем требования левосоциалистические. К левым протестам во Франции привыкли, все протесты такие. А правые – это может быть что-то новое, если, конечно, они правые. Вся эта классификация, которую мы наследуем ещё от генеральных штатов французских, она страшно… Неадекватна вообще за политовой, политической науки. Она страшно условно отражается в современной реалии, но совсем бросить мы её не можем, потому что другую мы пока не придумали. А не получается ли в такой ситуации, что вот то, что мы сегодня принимаем за падение запроса на сильную руку – это на самом деле просто реакция на то, что наше правительство элитистское, на то, что оно на самом деле не является сильным, потому что оно не может, например, обеспечить рост экономики. И всё, что мы сейчас видим, что нам кажется за запрос на демократию – это просто на самом деле антиэлитистский запрос, который запросто может быть обуздан каким-то вполне себе человеком, который будет выступать с позиции сильной руки, просто если он правильно эту позицию сформулирует. Вот у меня именно такое впечатление. Я полностью согласен в вашем анализе, что действительно мы здесь находимся как раз в струе мировых антиэлитистских настроений, и вот то, что нам кажется запросом на демократию, совсем не обязательно является. То, что мы называем с вами сейчас почему-то запросом на демократию – это запрос на смену власти, давайте уж. Вы тоже называйте. Давайте уж назовём вещи своими. Это запрос на смену власти, конечно. Мы видим недовольство, видим разочарование, видим желание что-то изменить, видим запрос на участие, который, собственно, есть базовый демократический запрос, на учёт своих интересов. Вот это вот возмущение тем, что власть нас не слышит, у них другая повестка, у них другие интересы вообще. Им до нас нет никакого дела. Мы называем этот запрос базово-демократическим, потому что демократический механизм – это механизм учёта интересов. А может быть, это запрос на пересмотр легитимности власти просто? Нынешняя власть имеет проблемы, скажем так, с своей легитимностью, потому что у неё проблемы по всем, так сказать, по всем направлениям этой легитимности, и по формально-процедурным. Выборы неконкурентные, выборы нечестные, выборы фальсифицируются, явка низкая. И по, значит, линии харизматически-революционного типа легитимации нету достижений, нет побед, по крайней мере, тех побед, которые общество готово воспринять. В качестве побед и по, так сказать, традиционному типу легитимации, то есть, ну, с этим, кстати, за это власть очень сильно держится, вот обратите внимание, да, постоянно перетолковывая себя как наследника то советской власти, то победы во Второй мировой войне, то, понимаете ли, Романовых, то древних византий. Это поиск национальной идеи непрерывной. Это поиск основ для легитимации, легитимизационного базиса. Их, опять же, как я не устаю повторять, как большой поклонник Вебера, их три, три типа легитимации, да, традиционалистские, так называемые, монархические, революционно-харизматические, героические, да, и процедурные, он же рациональный, значит, самый популярный по процедуре. Значит, на всех трёх направлениях у нас есть некоторые сложности. Значит, достижений общество не видит, те, которые были, хорошо, оно уже съело, их проглотило, переживало, этот самый крымский эффект, да, все рады, да, все были страшно довольны, этим уже наелись. Значит, а новых? Новых нету, в основном, хотя это социально-экономических достижений, их совершенно не видать. Процедурные этого постоянной сложности с выборами, ну, вот последний, Приморский кейс тоже в этом смысле, да, 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 он хороший, хороший, выразительный, красивый. А вот, опять же, пока держимся на, собственно говоря, как ни странно, держимся на традиционалистском монархическом типе легитимации. Если не это, то кто же? Всегда так было, а вот от кого другого, от других нету. Ну, это, понимаете, ну, это слёзы. Некоторое время это работает, но далеко не меньше. Это очень хрупкий баланс, который может в любой момент прокинуться. Он даже бы хрупкий. Он, пока он есть, он не хрупкий. Он, как бы сказать, то он со своим запасом прочности. Пока он длится, он длится, но он не бесконечно. А как-то получилось, что власть не подготовила себе никакого приемника. и вообще каких-либо... Субтитры создавал DimaTorzok